Уральская городская ветеринарная станция регулярно проводит диагностические исследования и вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота. Для этих целей в текущем году из бюджета было выделено 10 миллионов тенге. В настоящее время в городе насчитывается 10 крестьянских хозяйств, в которых выращивают 4000 голов крупного рогатого скота, около 300 лошадей, порядка 5000 овец и коз и еще 800 свиней. В ветеринарной станции говорят, что все животные были вакцинированы, поэтому им бруцеллез не страшен, а значит и людям бояться нечего. В данный момент по городу работает 10 ветеринаров. Ежедневно они выезжают на вызовы и проверяют животных. Таким образом удается вовремя выявить ряд заболеваний. Специалисты говорят, что в ряде случаев источниками инфекции могут быть даже собаки и кошки, а этого добра на улицах города хватает. Укус этих четвероногих также опасен. Бродячее животное может заразить человека бешенством, а это заболевание, как известно, неизлечимо. В текущем году в городе было отловлено уже более 3000 собак. Специального питомника, который бы соответствовал всем требованиям, в областном центре нет до сих пор. У нас проблема в том, что нет питомника, куда можно было отправить отловленных животных. И это не только в Уральске, даже в области нет. Власти знают эти проблемы, работают над их решением. Надеемся, что в скором времени этот вопрос решится. Ветеринарные станции советуют покупать мясо только в проверенных местах и быть осторожными при виде бродячих собак и кошек. Безобидное, на первый взгляд, животное может нанести серьезный вред здоровью.